здравствуйте уважаемые друзья в этом видео я хочу вам рассказать от чего зависит количество цветоносов и цветов у гипиаструма и расскажу вам как я этого добиваюсь посмотрите на моем 1 цветонос и 4 шикарных цветка 3 сейчас цветет один из них уже отцвел и я произвела опыление смотрите какая огромная коробочка из нее я получу новые семена если кому интересно заходите на мой канал плейлист amaryllis и там я все показываю и рассказываю более подробно о том как я выращиваю гипиаструмы из семян первым фактором от чего зависит количество цветок и цветоносов является размер луковицы чем больше размер луковицы тем больше вот цветоносов и цветков посмотрите на мою луковицу она не маленькая диаметр ее около 10 сантиметров видите вот я прикладываю пальчик хотя бы так вот посмотрите и вы видите что он занимает маленькую кроху по сравнению со всей луковицы второе на что важно обращать внимание это размер горшка чем больше горшок тем больше возможности нарастить большую луковицу потому что корни у гипиаструма большие они идут глубоко в горшок у меня размер горшка 4 литра но желательно такую луковицу посадить еще больший горшок тогда луковица нарастет еще больше но я ее наращивала друзья не в горшке а в уличных условиях уличные условия благоприятствуют росту зеленой массы и самой луковицы всем известно что чем больше вы нарастите зеленых листьев тем больше у вас будет луковица потому что вот эта шелуха которая уже потемневшая она отсыхает а вот за счет этих молодых листьев нарастает луковица второе луковица должна обязательно отдыхать если она у вас не отдыхает то цветоносов вы не увидите отдых должен составлять до двух месяцев что значит отдых это значит что листьев зеленых не должно быть на луковице они должны отсохнуть ну и после того как они отсохнут она должна отдыхать около двух месяцев и причем такой температуре не выше 10 градусов третьим важным условием является подкормка у меня подкормки делится на несколько этапов как только я наращиваю листовую массу я подкармливаю азотными или зеленым кристаллоном как только я вижу что гипиаструмы уже показывают вот такие клювики я подкармливаю не только азотными но и фосфорно-калийными удобрениями для меня монофосфат калия и гумат калия являются самыми оптимальными подкормками для всех растений в том числе и гипиаструмов ну и четвертое условие это конечно освещение чем больше освещение тем больше шансов для того что будет расти как листовая масса так и завязываться бутоны на будущий год и так давайте подведем итоги что же важно для того чтобы ваш гипиаструм свел и имел большое количество цветоносов и цветов это размер горшка отдых откормки и световой режим думаю что многие после моего видео поймут почему ваши гипиаструмы цветут только одним цветком и если вы будете соблюдать предыдущие четыре условия то у вас нарастет огромная луковица завяжутся цветоносы и радует вас обилием цветов надеюсь мое видео для вас было важным и полезным желаю всем обильного цветения ваших гипиаструмов крепкого здоровья и отличного настроения